Обида, разрушающая эмоция. Обида, это остановленная, упакованная злость. Раз так, то на лице, и в теле все будет напряжено. Если вы посмотрите на себя в зеркало в момент обиды, то увидите каменное лицо, сжатое в тугую нить, губы, вздернутый подбородок и стоящие в глазах слезы. Обида душит, схватывает за горло, подкатывает комком, не дает дышать, стальным кольцом стягивает грудь. Кружится голова, с одной стороны. Ощущение полного выпадения из реальности, а с другой, накрывает колпаком, звуки слышатся плохо, слова еле различимы, лица размыты. В груди свербит острая боль, как от ножа, всаженного в самое сердце. Чувство горечи досады, глубокого незаслуженно нанесенного оскорбления. И как ответ на это оскорбление, молниеносное решение, быть гордой. Лицо замирает в надменной восковой маске. Все ракушка захлопнулась, началась глухая оборона. Обида, это реакция на нелюбовь. На мысль о том, что меня не любят, не ценят, не уважают, я для него ничего не значу. Для обиды факты не нужны, достаточно подозрений в нелюбви. Обида требует, чтобы на том конце кто-то был неправ и испытывал по этому поводу вину. Если я обижена, значит он виноват. Даже если второй ни в чем не виноват, он волей-неволей станет испытывать вину просто по закону полярности, так заложено в нашей природе. Когда-то обида позволяла девушкам манипулировать кавалерами и получать подтверждение их любви и своей для них ценности. В ответ на вздернутый носик и надутые губки кавалер должен был резко задуматься, в чем же он был неправ и пасть на колени с букетом цветов и милым презентом. Понятие о женской гордости просто-таки пестовало обиду по любому маломальскому поводу. А если повод был серьезный, уважающая себя женщина должна была серьезно обидеться и быть гордой до конца. Постоянно обижающаяся, капризная и требовательная барышня, много лет остается идеалом правильного женского поведения. Кстати, мужчины тоже не прочь быть гордыми и мстительными. У них больше прав на проявление агрессии, поэтому если мужчину обидели, читай оскорбили, то нормальный мужик это просто так не оставит. Что же такое обида? Это реакция на нелюбовь. Обижаясь, человек сообщает близким, что со мной так нельзя, я не чувствую себя любимым. Обида душит от мысли, что кто-то имеет наглость не любить меня, не ценить меня и не дорожить мной. Кто-то посмел сделать что-то такое, что поставило под сомнение мою безусловную ценность. Как же так? Если пойти глубже в обиду, то вы испытаете боль беспомощного, всеми покинутого, нелюбимого ребенка. Маленькой девочки или мальчика на большой шумной улице, полной разнаряженных людей, спешащих к своим детям в Рождество. Она сидит на снегу, прислонившись спиной к каменной стене, в руках у нее спички. И только Бог может разделить ее одиночество. Именно к нему она спешит в объятия. Андерсон хорошо передал этот образ в своей девочке со спичками. На языке психики выход из этой покинутости и нелюбви, смерть, прямая или символическая, оцепенение, заледенение, омертвление, нечувствительность души. С этого момента меня больше ничто не тронет. Я перестаю чувствовать. И твоя нелюбовь больше не сможет задеть меня. Обиженный человек в самом сердцевине своего страдания испытывает боль несчастного покинутого ребенка. Он ждет, что кто-то наполнит его своей любовью, отогреет его заледеневшие руки и оживит его душу. Это боль ребенка, который по каким-то причинам не получил этой безусловной и всенаполняющей родительской любви в детстве. Эта боль может вспыхивать каждый раз как спичка от любого подозрения в нелюбви, чтобы тот второй доказал мне, что я любим, любимый и наконец-то наполнил мою душу, дал мне то, что не смогли дать родители. Но это невозможно, никто не сможет заполнить эту пустоту. Мало будет всегда. Люди запихивают в эту душевную бездну детей, животных, вещи и любимых, но она зияет все равно, заставляя каждый раз проигрывать один и тот же сценарий. Обида становится привычной защитной реакцией и срабатывает при любой попытке искреннего разговора. Я знаю женщину, которая более 10 лет не могла разговаривать с мужем по душам. Каждый раз как только она пыталась что-то сказать, будь то тема нехватки денег или его невнимательности к ней, слезы душили ее настолько, что она не могла вымолвить ни слова. Разговоры превращались в сплошное мучение и всегда сопровождались бесчисленными потоками слез. Мне стыдно просить тебя, еще одна грань обиды. Обида, это реакция человека, не умеющего просить любовь. Мы все нуждаемся в любви, признать свою нуждаемость, слабость и потребность в любви и заботе, попросить об этом очень сложно. Поскольку редко у кого есть право на слабость. Быть слабой и нуждающейся позволено не всем. Часто семья воспитывает ребенка так, что единственное, что дает право на слабость, это болезнь. И люди бессознательно вынуждены пользоваться этой уловкой, чтобы дать себе возможность отдохнуть и попросить о заботе. Наша культура испокон веков считает слабость непозволительной, воспевая в сказках и легендах самоотречения и героизм. Маленький ребенок, которого мама оставила одного и ушла, будет долго захлебываться от плачи в кроватке. Потом он затихнет и уснет. Нет, он не успокоится. Часть его души просто отомрет. В его сознании мама бросила его и никогда не вернется. Эта боль покинутого ребенка, особенно повторенная в детстве много раз, заставит уже взрослого человека очень болезненно относиться к опасности потери любви. Для ребенка есть только он и его потребности, он не может понять, что мама ушла по своим важным делам, что она была в ванной или ей было плохо или она ушла на пять минут и ее задержали. Для ребенка есть только он, его потребность в любви и его горе, что этой любви нет тогда, когда ему так нужно. Взрослые люди, спустя много-много лет ведут себя так же, как этот ребенок. Для них есть только их потребность в любви и их боль, если этой любви не дали. Им очень сложно осознать, что у другого человека есть отличные от их потребности. Если ты меня любишь, будь добр давать мне то, что мне нужно. И немедленно, они искренне обижаются, когда другой не дает и не удовлетворяет их потребности. Эта обида накрывает жгучей болью и разрывает сердце, не давая продохнуть. Человеку со шрамом в душе очень сложно учитывать потребности других людей и заявлять о своих. Он ждет, что мир как мама сам догадается о том, что ему нужно и все ему даст. И если кто-то, особенно близкий этого не делает, то старая боль и обида накрывают с головой. Оставаясь обиженным ребенком, человек зациклен на себе. Он весь в своих детских ранах. Другой человек, он, другой. У него свои мысли, свои чувства, свои представления о себе и своей жизни, свои планы и свои потребности. Его предназначение не в том, чтобы сделать вас счастливы. Да, не в этом. Он живет свою жизнь и живет как может. Как ни прискорбно об этом говорить, но ваш любимый мужчина или женщина, никогда не сможет стать вам любящим папой или мамой, дать вам всю ту нежность и безусловную любовь, восхищение и обожание, которое дают папой и мамой маленьким девочкам и мальчикам, тем из них, которым повезло. Женщина не сможет заменить мать и любить так же безусловно, как она. Если она кладет на алтарь любви всю свою жизнь и живет только ради вас, то у этой любви есть название – психологическая зависимость. Заполнить другим человеком дыру в своей душе – мечта многих обездоленных людей. Запихнуть туда любовь, преданность, признание, обожание и понимание своей безусловной ценности, тем самым восстановить баланс. Ощущая внутри непроходящий голод по любви и при этом понимая, что у другого человека своя жизнь, своя история, свои потребности, возможности и желания, и он этот другой может физически не смочь дать ту любовь, которая так нужна, у него есть право и выбор. Свои решения – давать или не давать, и это решение всегда за ним. И при этом не уходить в обиду – очень нелегко. Особенно, если обижаться по любому поводу и прятаться в свою наглухожатую раковину – привычный и многолетний способ защиты от боли. Разжимать свою раковину, высовывать оттуда голову и говорить о себе, о боли, о потребностях, о желаниях и пытаться во всем этом слышать не только себя, но и другого – адский труд. Позволить себе выражать свои эмоции, признавать свою боль. Тогда легче увидеть боль другого, признать его право на эту боль. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на наш канал. И помните, всего лишь изменяя свое сознание, мы вместе изменяем мир.